Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Точка зрения». Я и ведущий Дмитрий Аграновский. 23 года назад, в августе 1999 года, Государственная Дума утвердила Владимира Путина в должности председателя правительства России. И началось то, что мы называем эпохой Путина. О ней мы сегодня и поговорим. Гости нашей программы. Абухов Сергей Павлович, заместитель председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, фракции КПРФ, доктор политических наук. Сергей Павлович, добрый день. Добрый день. Синелобов Алексей Павлович, доцент кафедры истории России МПГУ, кандидат исторических наук. Алексей Павлович, добрый день. Спицын Евгений Юрьевич, историк и публицист. Евгений Юрьевич, добрый день. Здравствуйте. И Журавлев Дмитрий Анатольевич, генеральный директор Института региональных проблем. Дмитрий Анатольевич, добрый день. Итак, Сергей Павлович, начнем с вас. В августе 99-го года, уже целая эпоха прошла, поколение выросло, Государственная Дума утвердила Владимира Путина в должности председателя правительства России. И тогда, надо сказать, Владимир Владимирович энергично взялся за дело, подавил терроризм. Помните, как раз тогда напали боевики с территории Чечни на Дагестан. В общем-то, отстоял территориальную целостность, равноудалил олигархов. Рейтинг его тогда вырос. Ну, на фоне Ельцина он смотрелся, конечно, просто блестяще, надо это признать. Вот прошло 23 года. Как бы вкратце подвести итог этим 23-м годам? Много что было за это время, конечно. Ну, я, наверное, залезу на поляну товарища Спицына и вспомню, что Путин, который там был по счету премьер, после дефолтный, да, дважды проталкивали Черномырдина, и КПРФ стало ребром. Никакого Черномырдина, никакой там аргентинской модели. Давайте Ельцин дрогнул, да. Тогда же постоянно шантажировали Думу, что вот мы вас распустим, если там коммунисты хотя бы часть не делегируют, проголосают за премьера. Но вот тогда, как говорится, уперлись рогом. И Ельцин позвонил Зюганову и сказал, может быть, ты, может быть, самая Маслюков. Кстати, Наина Иосифовна там, я не знаю, почему она опровергает слова Зюганова, но это настолько общеизвестные вещи, которые обсуждались в паблике. У нее своя реальность, Наина Иосифовна. Да, значит, Зюганов сказал, что нет, представители партии не делегируют на пост премьера, иначе на него спустят всех собак, в том числе Международный валютный фонд. А ключевые позиции предпринимательства, госплан, вернее, остатки, скажем так, экономического блока. Маслюков первый вице-премьер, который отвечал, по сути дела, за всю хозяйственную проблему. И вот тогда было сформировано правительство Примакова-Маслюкова. Ошибка это или не ошибка? Наверное, сейчас многие говорят, вот утвердили бы Черномырдина, он бы провалился, возникла бы революционная ситуация. В 1998 году была реальная, на мой взгляд, революционная ситуация, в принципе. Мы не хотели крови, мы не хотели потрясения для страны. И мы приняли решение, что мы можем показать образец того, как партия вытащит страну из кризиса. Что в итоге получилось? Страну оттащили именно Компартия, именно Зюганов, именно Маслюков. Повторяю, это для молодого поколения, которое совсем не помнит политической истории современной России. Оттащили страну от дефолтного кризиса, который мастер дефолта, господин Кириенко и Черномырдин тогда втащили Российскую Федерацию. Мы оттащили промышленный рост 20 с чем-то процентов. Это вообще невероятно. Китай только лучше показывал результаты, то, что было при Компартии. Что получилось? Ельцин отполз в свою нору, он ничего не предпринимал, не мешал. Было, по сути дела, коллекционное правительство, которое опиралось на абсолютное большинство Государственной Думы, которое в рабочем режиме бесконечный день и ночь клепало законы, которые, первое, что ограничило, это золотую трубу. Перестали вывозить золотовалютные резервы, перестали вывозить валюту. Все это направлено на рост. Запустили госрезервы. Потом уже в кризис 2014 года, 2007-2008, Масляков сказал, а уже не было тех условий, тот алгоритм уже не совсем подходил бы. Я бы уже, говорит, так не спас экономику, потому что уже все разбазарили, то, что было советское наследие. И так, после Примакова-Маслякова Ельцин оперился. Он понял, что его страну оттащили от края пропасти, и надо как-то дальше. И что? Первое дело отправил Примакова-Маслякова в отставку. И тогда начинается лихорадочный поиск преемников. Кто такой Владимир Владимирович был? Это третья, седьмая вода на киселе в туэлите. То есть, да, помощник зам господина Собчака, да, близкого, самого человека. Да, значит, и то, что, я помню, все смеялись, когда я объявляю своим преемником Владимира Владимировича Путина. Это было неожиданно, конечно. Да, это было очень неожиданно. Значит, ну, объективно, ну, как, скажем так, было довольно смешно. Ну, а почему? Никто не думал, что начнутся, а, взрывы домов. Ведь мы считаем, что это просто хтонический ужас от этого, когда ты не знаешь, проснешься ли ты в своем доме. То есть, молодежь об этом не помнит. И вот на этом фоне, да, вдруг, Владимир Владимирович, бесконечные взрывы домов по всей стране. Кстати, до сих пор мы так и не нашли, не найдены эти самые организаторы, это отдельная тема. Значит, и вот на этом фоне у нас на белом коне Владимир Владимирович, который спаситель страны от вот этого просто инфернального ужаса, который, значит, да, значит, вот на этом фоне он вышел. Что такое Владимир Владимирович? Это яркий представитель вот этого режима, который полицетворяет альянс либералов и силовиков, да, как там чекистов и там олигархистов. Значит, он систему удержал, систему воспроизвел. Он яркий продолжатель дела Бориса Николаевича Ельцина при всех там патриотических там разновидностях. Пока, пока, значит, даже вот в нынешних условиях кардинального смены экономического курса нету, нету. И все надежды пока, ну, на это весьма очень призрешены. Ждем. Евгений Юрьевич, ну, сейчас ведется гибридная война против России. Запад как раз обвиняет Россию и в первую очередь Путина в дестабилизации обстановки. А на ваш взгляд, что это? Ведь капитализм, он постоянно проходит через мировые кризисы и выходит из них через войну. Насколько велика роль в данном случае личности в истории, там, не знаю, того же Путина, Байдена, Зеленского или еще кого-то? Или это все-таки объективный процесс? Нет, кризис капитализма – это, безусловно, объективный процесс. В данном случае вообще не важно, кто стоит во главе каких-то государств. Просто сама природа капитализма, она уже в себе содержит вот эти перманентные кризисы, связанные прежде всего с характером самих буржуазных отношений. Потому что происходит и смена технологии производства, происходит поляризация общества, происходит рост пролетарской прослойки общества. То есть пролетарских в том смысле, что это люди, не обладающие средствами производства и орудиями производства, на правах частной собственности. Они зарабатывают себе на жизнь только своими руками или своей головой и т.д. и т.п. А на другом полюсе концентрируется вот эта кучка владельцев этой самой собственности. Причем по мере развития капитализма, особенно монополистических форм капитализма, вот этот размер одного, условно говоря, сегмента общества, он все время возрастает. Потому что разоряются тысячи и тысячи мелких фермеров, владельцев мелкого бизнеса и среднего бизнеса. А вот эта противоположная кучка людей, она все больше и больше скукоживается и так далее. И происходит обострение или рост вот этого антагонистического противоречия между двумя основными классами общества. Но это азы марктизма, это совершенно очевидно. Поэтому и Ленин, да и другие теоретики марктизма, они и говорили о неизбежности вот этих кризисов. Причем эти кризисы носят разный характер, в том числе и есть такое понятие, как общий кризис капитализма, который захватывает и базис, и надстройку и т.д. Вот сейчас классический общий кризис капитализма, даже посмотрите по надстройке. Кувырк коллегии в тех же западных странах, да, постоянные смены правительства и т.д. Но мы сейчас вот стали свидетелями краха и правительства Джонсона в Великобритании, и драги в Италии, и т.д. Я думаю, что этот кризис правительственных структур будет продолжен. Это не первое и не последнее. И в этом смысле, да, единственным выходом, исторически возможным, из этого общего кризиса является именно обострение международной обстановки и возможные войны. Почему в 20 веке, в период, например, таких кризисов, во времена Хрущева или Брежнева, это не происходило? Ну, совершенно очевидно почему. Потому что было ядерное оружие раз, и был все-таки огромный, могучий лагерь социализма два. Советский Союз, но Советский Союз был не одинок. Был соцлагерь из восточноевропейских стран. Варшавский договор. Дальше, Варшавский договор. Дальше, как ни крути, но был все-таки Китай, Вьетнам, Лаос, Кампучи, то есть значительный сегмент. Движения не присоединили, мы в ООН все-все выигрывали голосование. Конечно, конечно, да. Плюс надо иметь в виду, что с крахом колониальной системы, значительная часть африканских стран встали на путь строительства социализма и т.д. С крахом Советского Союза все это ушло в небытие, и капиталисты, что называется, потеряли совесть и страх. Тем более, у них сейчас уже совершенно снесло крышу, и они представляют дело таким образом, что хватит наступать на одни и те же грабли, делать одни и те же ошибки, что больше нельзя, значит, оставлять Россию как не просто игрока мировой политики, а как вообще что-либо существующее. И вот сейчас, по их мнению, наступил вот тот самый час икс или момент истины, когда надо уничтожить нашу страну. Понятно, что это вот не сиеминутная задача, эта задача была поставлена еще на рубеже десятых годов, десятых и двадцатых годов. И Украина стала одним из важных элементов реализации этой задачи. Алексей Павлович, в Советском Союзе мы меряли историю, измеряли историческими формациями. Это была весьма встроенная система. Феодализм, капитализм, социализм, в перспективе коммунизм. Сейчас такое впечатление, что меряют историю личностями. Там Петр Первый, Екатерина Великая, Ленин, Сталин, Ельцин, Путин. Вот насколько это правомерно? Действительно ли история привязана к личностям или все-таки к историческим формациям? Да нет, то, что так мерят сегодня, это закономерно. Почему? Потому что в основе формации что лежит? Главное, борьба низов, классовая борьба. Именно она, собственно говоря, определяет. И я очень хорошо помню, как пошла вся эта волна в 90-е, в школы, в вузы. Что вот мы вам сейчас дадим самое лучшее. Цивилизационные все эти общечеловеческие ценности. То есть, всячески вытравливали. Помнишь, как при Иване Грозном степенную книгу создавали? По степеням, то есть, по правлению. И это самое. И все это стало абсолютно вытравливаться. И вспоминаю, 21-й год, а, 2011-й, когда президент Медведев заявил, что учение о классовой борьбе – это экстремизм. Ну, это экстремизм. Это все, за это сажать. Да, то есть, в смысле, что здесь? Ну, возврат некий в монархию 17-го века. Будьте послушны своим господам. Никаких прав, даже тех, которые есть у нас в Конституции. Кроме крепостного права. Все отменяется. Ну, и все это в таком густо намазанном еще духоскрепность и прочих-прочих вещах. А отсюда и, да, отсюда интерес к монархиям. Сейчас, если посмотреть, в основном весь этот исторический контент. Цари, цари, все только, значит, аристократы. Сколько там у Потемкина было, кто там к нему бегал и так далее. То есть, то, что связано с народом, с историей, уже абсолютно никого не интересует. И поэтому это закономерно. Это неверно с точки зрения будущего нашей страны. Потому что это абсолютно регресс. Это абсолютно никуда. Архаика. Конечно. Но с точки зрения существующего, то, как это навязывается, то, как это, это абсолютно объяснимо, очевидно. Дмитрий Анатольевич, мы говорим о формациях. Вот как формировалась правящий слой, управленческий слой при социализме и при капитализме? В чем разница? Просто многие эксперты говорят, что если сейчас управленческий слой заменить на неких честных и профессиональных людей, где-то их надо взять и вот заменить, то все принципиально изменится. А на мой взгляд, ничего. Изменятся эти люди как раз. Что-то изменится просто потому, что люди создают систему, а системы людей. Просто в любой системе вперед выходят те, кто этой системе соответствует. Кто соответствует, тот и будет. Ну, просто их позиция наиболее эффективна с точки зрения их личного процветания. И поэтому, что ни делая, они все равно победят в рамках этой системы. Это во-первых. Во-вторых, меритократия, конечно, вещь классная. Это вот когда правят умелые. Только непонятно, где их брать. Потому что то, что человек меритократ, ты узнаешь, когда он уже закончит править. Пока он правит, мы об этом еще не знаем, чем он закончит. Всякое в истории было. Начинали хорошо и плохо кончали. Поэтому меритократия, в принципе, как метод не очень работает. Это не метод, это историческое. Вот потом можно написать книжку, какой был хороший правитель. Ну да, пост, правда. Да, никак не до. Понимаете? Поэтому сама вот эта идея, заменим плохих на хороших. Проще говоря, давайте в нашем тракторе поставим титановые скрепы, и он превратится в космический корабль. И духа скрепности туда добавим. Да, все. Понимаете, вот что-нибудь из титана туда врежем вместо стали, и будет космический корабль. Космический корабль же из титана делают. Все, ребята, вперед. Понимаете? Важен же чертеж. А не только материал. А вот чертеж тот, какой есть. И так вот это вот раз, и все поменяется с плохого на хорошее, не поменяется. Сергей Павлович, мы вспоминаем, ну вспоминаем, что там говорить, фразу Владимира Владимировича Путина о галошах, которые мы производили для Африки, и в общем-то ничего вроде не производили. Фраза была, конечно, неудачная, но она запомнилась. Сейчас Владимир Владимирович говорит совершенно другое. Он говорит, что Советский Союз добивался колоссальных успехов, несмотря на санкции, что в социализме нет ничего плохого. И некоторые наши товарищи говорят, что в принципе российские власти чуть ли не начинают реализовывать программу КПРФ. Так ли это? Есть ли для этого объективные причины и субъективные? Ну, я пока не вижу объективных причин для того, чтобы власти реализовывали программу. Тут, правда, Набиулина как-то позвонила Геннадию Андреевичу и сказала, Геннадий Андреевич, мы тут уже один пункт выполнили из вашей программы, 20 предложений по преображению России, мы остановили вывоз капитала. Ну, я почесался за тело, думаю, ну да, может быть там что-то в этом приостановили, но открываю прогноз Центрального банка, и они в два раза увеличили прогноз вывода капитала. Оказывается, за 2022-2023 наша элитка собирается вывести 375, это по прогнозу Набиулины, 375 миллиардов долларов. Я, честно говоря, ну да, ладно, не на проклятый Запад, а куда там, в Дубай, в Индию, или еще куда там, в Юго-Восточную Азию. Значит, что такое 375 миллиардов, которые вы собираетесь вывезти? Цена ленинско-сталинской мобилизации в нынешних ценах 1 триллион рублей. 1 триллион рублей. 380 миллиардов долларов у нас украдено, уворовано благодаря госпоже Набиулиной, замороженной под санкциями. Еще 375 вы собираетесь, вы декларируете, что Центральный банк допустит, какой же это социализм, какая же это программа КПРФ. Просто две цифры. 12 миллиардов нужно на преодоление бедности, 12 миллиардов долларов. Проблема решена была мгновенно, за год, 12 миллиардов. Пресловутая эта самая дорога, скоростная Москвы-Казань, уже уши вянут, слушать эти самые обещания. Значит, сколько там, 20 миллиардов и 2 миллиона труп сгнило ЖКХ. Скоро будем захлебываться в наших собственных нечистотах, в городах, которые все свозят, свозят, уничтожают русскую глубинку и все свозят в подконтрольные мегаполисы. 2 миллиона труп сгнило. Это нужно 35 миллиардов. Вот, пожалуйста, это крохи по сравнению с тем, что госпожа Набиулина нам декларирует, какая тут программа КПРФ. Поэтому, да, Владимир Владимирович, он хитрый, умный политик. Он уже 23 года у власти, он научился изворачивать. Вот нужно, да, вот сейчас, в сей момент, нужно признаться, да, мобилизационная, сталинская мобилизационная система работала, да. Ну, надо сделать какие-то кивоки, а по-другому надо выживать, да. А до этого мы, как там, говорили, нет альтернативы, как там, то минским процессам нет альтернативы, то вхождению в цивилизованный мир нет альтернативы. Раз нет альтернативы, то да, Советский Союз это одни галоши. Но, а все остальное купим, все остальное купить. Но вот накупились, Дуньку из Европы выгоняют олигархическую, не крещают. Теперь галоши закупают. Да, значит, и что дальше, и что дальше. Нет, я понимаю, что жизнь заставляет крутиться, в том числе, Владимира Владимировича. То есть, в Гагу не хочется никому из нынешней элиты. То есть, они все увидели, значит, пример, все думали, что там чего-то там сговорятся с Западом. Да не сговорятся. Значит, приговор вынесен, решение принесло. Деколонизация России объявлена, да, все, это уже стоит в повестке дня. Значит, расчленение и вывоз политической элиты туда, туда, в Гагу, на судилища, со всеми вытекающими. Значит, меняться надо. А меняться только в сторону левой социалистической политики. А больно не хочется. Опасно, да. Алексей Павлович, ну, вот уже шестой месяц продолжается наша специальная военная операция. Мы все надеялись на то, что будет меняться социально-экономическая политика, которая вызывает недовольство абсолютного большинства населения, даже у лояльных к власти людей. Но, тем не менее, этого не происходит. Почему, на ваш взгляд, этого не происходит? Ну, потому что власть не хочет повернуться к народу, к своему. И все. Она абсолютно автономна. И вспоминается... Но где же инстинкт самосохранения? Вспоминается Маяковский. Помните, да, власть к богатым рыло воротит. А без этого, собственно, обращения к людям ничего вы не сделаете. Почему? Потому что только совместное созидание. Понимаете? А как это должно быть? Ну, во-первых, нужно официально все-таки набраться смелости, какой-то совести. Во-первых, нужно признать преступлением приватизацию, которая была проведена. Дальше. Нужно признать преступлением и осудить эту ужасную вообще речь Ельцина в Конгрессе США. Сказать все своими словами. Потому что это позор просто. Никогда в нашей истории не было такого. Ну, просто как явление. Дальше. Ну, нужно честно сказать, признаться, что убили образование. Ну, здравоохранение, судя по всему, тоже. Вот, да. Промышленности мы наблюдаем. То есть, ну, хотя бы вот эти вот элементарные вещи сделаем. Разве чего? Конечно. Разве чего? Почему? Потому что, ну, у нас народ великодушный, он поймет. Ну, вы хотя бы смелости наберитесь как-то. Ну, да. Солженистно. Сказать-то хоть. Солженистно хотя бы из программы уберите. Но ничего этого не делается абсолютно. То есть, все тот же самый вот этот вот здоровый консерватизм, да. Все те же самые вот эти вот мантр какие-то. Все какие-то симулякры создания. Этого, этого, этого говорили не очень-очень много. И в основе, конечно, ну, народ же тоже не обманешь. Ну, если вранье. Ну, как это может, да, создать некую общность? Как это может вообще? Поэтому, я не знаю, на мой взгляд, лично, я не вижу и сомневаюсь в каких-то возможных все-таки разворотах. Мы отпустили Алексея Павловича Синелобова. Продолжаем программу без него. Спасибо ему за участие. И, Евгений Юрьевич, теперь вопрос к вам. Конечно, исторические личности, реальные исторические личности, они меняли ход истории, меняли движение нашей страны. Но насколько они зависели от окружения? Грубо говоря, насколько они отражали классовые интересы? Ведь понятно, что правитель всегда связан интересами господствующего класса. Вы знаете, по-разному было. Во-первых, начнем с того, что крупные государственные деятели, которые вошли в историю, они ведь во многом выражали потребности самого общества. Или, как у нас любят говорить, ученые императивы. То есть, вызовы времени. И аккумулировали на себе это. Но это дано, прямо скажем, немногим. То есть, действительно, выдающимся личностям, которые на скрижалях и нашей мировой истории остались, что называется, на века. Дальше, то, что касается выражения интересов класса. Не всегда так. Даже возьмите, например, нашу историю. Правящий класс или правящая бюрократия либо не всегда выражала интересы правящего класса, либо являлась заложником этого самого правящего класса. Возьмите, например, эпоху дворцовых переворотов 18 века. Почему происходили эти дворцовые перевороты? Как только, условно говоря, правящая власть начинала покушаться на интересы дворянства, сразу получала табакеркой в лоб. Вспоминайте судьбу, например, Петра III, вспоминайте судьбу Павла I. Понимаете? Так что тут надо конкретно исторически подходить к оценке. Но, в целом, безусловно, правящая элита или правящая каста, она выражает интересы прежде всего правящего класса. У нас сейчас правящим классом является крупная олигархия. Когда нам говорят, что она равноудалена от власти, значит, она просто это не афиширует, как это делал тот же Гусинский или Березовский. Но это расстояние удаления очень небольшое такое. Ну, естественно. Потом, надо все-таки иметь в виду, что в рамках вот этого правящего класса есть сегменты этой олигархии. Возьмите, например, руководители тех же госкорпораций. Это такие же олигархи, которых представляют в виде, условно говоря, руководителей госструктур. Но они лишь по названию госструктуры. А на самом деле это такие же олигархические организации, которые поделили между собой сегменты российской экономики. И во многом. Ну, возьмите тот же Сбербанк. Слушайте, там прибыль, значительная часть прибыли, идет не в государственный бюджет, а на выплату дивидендам акционерам, среди которых значительная часть зарубежных. Половина зарубежных. Ну, конечно. Кормим Техас, Канзас. А вроде бы это госбанк, условно говоря. Там контрольный пакет акций принадлежит государству. Возьмите то же самое Роснефть, Газпром и т.д. и т.п. Понимаете? То есть, навешали, как всегда, лапшу на уши или тень на плетень. И когда сравнивают нынешний госкапитализм, и говорят, что Путин пойдет по пути госкапитализма. Вы не путайте госкапитализма теперешнего образца или 100-летней давности. А уж тем более не проводите аналогии с ленинской эпохой. Когда Ленин писал, например, свою знаменитую статью «Очередные задачи советской власти», и он предложил буржуазии заключить новый пакт о перемирии и попытаться через госкапитализм начать строительство социализма, так он говорил правильно, что госкапитализм удобен для начала строительства социализма тем, что это есть нечто централизованное, обобществленное, а значит, поддающееся учету и контролю. А социализм – это и есть учет и контроль. Но на базе госкапитализма можно строить социализм только при одном непременном условии, когда политическая власть будет находиться у рабочего класса. То есть в условиях советской власти. И этого условия сейчас нет. Сейчас этого условия нет. Поэтому сейчас происходит то, что Ленин называл в своей знаменитой работе «Империализм как высшая стадия капитализма» создание ГМК – государственно-монополистического капитализма. Когда, цитирую Ленина, «гигантская сила капитала сливается с гигантской силой государства в один механизм». И вот здесь у меня возникает очень серьезное опасение, связанное с тем, что сейчас происходит на Украине. С одной стороны, мы боремся с нацизмом, и это священная борьба, а с другой стороны, а что мы можем предложить этим освобожденным территориям? ГМК, те, кто сейчас якобы анализирует ситуацию на Украине и вообще на постсоветском пространстве, поминают Ленина. И никто из них не назовет реальных, прямых авторов всего этого кровопролития. Ельцина, Шушкевича, Кравчука, Бурблиса, Гайдара, Чубайса, Собчака и так далее, и так далее. Понимаете? Они подменяют. Тогда в условиях развала Российской империи большевики собрали историческую Россию, да, в форме Союза. И пока коммунисты были у власти, то Советский Союз не просто развивался, а показывал гигантские темпы своего развития. Как к власти пришли предатели, коллаборанты и власовцы, Советский Союз потерпел поражение, развалился, и сейчас уже четвертый десяток льется кровь. Началась она еще в Душамбетам, в Закавказье и т.д. и т.п. Но они об этом не говорят. У них опять во всем виноват Ленин. Это позорище, когда вот подобного рода вещи говорят, тем более сейчас, вот в этих условиях. Вы 30 лет у власти. Продемонстрируете другое постсоветское пространство. Вы все просрали за эти 30 лет. Ленин собрал, а вы просрали. Я просто не могу тоже успокоиться. Дорогие друзья. Вот он, 30 лет. Вы покажите, где у нас союзники, где, друзья, что осталось на постсоветском пространстве. Мне кажется, вы говорите совершенно очевидные для народа вещи. И вот эта пропаганда, она во многом уходит в песок. Давайте я вас познакомлю с результатами голосования, которые мы на нашем сайте провели. Вот такой вопрос поставили. Как вы оцениваете социально-экономический курс российской власти? Отлично. 2%. Люди обладают чувством юмора. Видно. Хорошо. 2% удовлетворительно. 2% неудовлетворительно. 94%. Дмитрий Анатольевич, ну это вот о чем мы говорили. Я думаю, что наш канал и его зрители в этом совершенно не одиноки. Даже самые лояльные жители нашей страны, мне кажется, испытывают раздражение от этого социально-экономического курса. Понимаете, это же не курс. Наш спор, собственно, не о том, не об основах социализма, мы все в советское время родились. А о том, курс это, то есть некий выбор. Или это следствие самой социально-экономической структуры, которая создана. Вот в этой структуре этот трактор не полетит. Вот что с ним не делай, он взлететь не может. Он может только ездить. И поэтому мы можем быть недовольны, мы можем быть довольны. Но в тот момент, когда в 1991 году мы согласились на то изменение, которое произошло, мы получили то, что получили. Понимаете? Это одно от другого не оторвешь. Понимаете, курс это вот... Мы пришли с вами и сказали, Владимир Ильич, ты не прав. Давай другой курс. И он повернул и поехал. Тут кто не будет. Любой человек, который стоит на позициях этого строя, создаст этот курс. Другого не получится. Ну вот если говорить о более частных вещах. Не так давно Владимир Владимирович говорил, что утилизация твердых отходов остается болевой точкой России. Хотя обещали решить эту проблему уже много лет назад. Потом обещали 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест, средние зарплаты под 3000 долларов. В общем, если перечислить все обещания, они так и остались невыполненными. Почему? Владимир Владимирович не контролирует обстановку в стране? Все опять же сложнее. Сейчас попытаюсь коротко. Понимаете, в чем дело? Бюрократия к инновациям непригодна. Чтобы бюрократия была пригодна к инновациям, НКВД надо иметь. Вот должен быть железный лом над головой. Вот тогда бюрократия способна к инновациям. Никаким другим способом она не способна. Власть сказала, нет, мы чиновников трогать не будем, а мы их прикажем развивать страну, удваивать ВВП и так далее. Я не случайно про ВВП вспомнил. Сейчас уже никто не помнит присутствующих об этом лозунге. Да, удвоение ВВП. Но ведь искренне начальство верило. Ну как же, все же идет. Почему бы не удвоиться? А чиновник, сам бывший чиновник, других не удвоил. Я просто немножко о другом. Чиновник не способен к изменениям. Поэтому обещания могут быть даже искренними. Они просто невыполнимы. Но вам не кажется, что Владимир Владимирович на невыполнение своих же решений как-то с олимпийским спокойствием взирает? А вы уверены, что он об этом знает? Вы знаете, много-много лет назад, не в первый год, но грубо говоря, в четвертый год Владимира Владимировича. Его спросили, Владимир Владимирович, вы телевизор смотрите? Это было записано, это было показано по телевидению. Это не тайные тропы. Он сказал, вы знаете, нет. Мне референтура выжимает на диск. Я это смотрю, пока еду домой. А зачем тогда счетная палата, другие контролирующие институты? Там наверняка ФСБ ему что-то докладывает. А в Конституции прописано? Объем огромный этих докладов. Эти доклады точно так же выжимает референтура. И если вы сядете на место, Владимир Владимирович, то будет то же самое, что все эти доклады человек физически прочесть не способен. В результате получается некий чертеж. Вместо картины, вместо телеэкрана получается чертеж. Это проблема управления очень серьезная. Понимаете? И поэтому, почему вводятся вот эти ограничения на сроки? Не потому, что вы сняли президента, новый умнее будет. Неизвестно еще, какой будет. Но новый, он не сидел много лет в этом башне. У него не замылился глаз. И снизу хотя бы видел чего-то. Ну да, да. Понимаете? А Сталин не потому, что он хуже. Может, он лучше намного. Но он видит все изнутри, только вот из башни. Понимаете? Поэтому он, я не сомневаюсь даже, что он искренен в своих обещаниях. Только, ну вот он пообещал удвоение ВВП. Ну что он должен? Вот человеку 70 лет. Он должен сказать, ребята, вот я 20 лет управлял страной, удвоения нет. Это он себе должен сказать перед зеркалом. А в его возрасте это очень трудная задача. Послушайте, я в связи с этим хочу провести прямые параллели и поддержать моего коллегу. Вот у нас часто говорят о том, что советская политическая система была тоталитарной. Там были сплошные вожди. Сталин, Ленин, Хручев, т.д. Там-то как раз было реальное коллективное руководство. Я вот читал многие протоколы заседания Политбюро. Там действительно были реальные дискуссии. Более того, зачастую Сталин и те, кто его поддерживал, проигрывали. И они были на равных, как княжеская дружина. Понимаете? Первый среди равных. А пока институция у нас президент, он настолько оторван от всех остальных институтов власти, что даже, условно говоря, второе, третье, четвертое лицо, они все ходят к нему на поклон. Он больше, чем все эти органы власти. Конечно, они боятся ему сказать в глаза правду, а уж тем более подискутировать с ним. Понимаете? Помните демонстрацию Совета Безопасности перед специальной военной операцией. Это я без комментариев. Понимаете? И вот он абсолютно прав. Когда человек замыливается глаз, потому что он живет в таком выстроенном мире. Сергей Павлович, Владимир Владимирович так долго находится уже у власти, что может себе позволить подумать о том, как он войдет в историю. И, наверное, он хочет войти в историю позитивным деятелем. И у него есть для этого основания. А как вы думаете, с каким знаком он войдет, что называется, по сумме баллов? Вы знаете, не только Владимир Владимирович об этом думает, каким он войдет в историю. Наши геополитические оппоненты уже нарисовали, как они хотят его оставить в истории. Я напомню заявление министра обороны английского и английских представителей Великобритании. Значит, как они говорят, мы либо повторим опыт Павла Первого, либо Николая Первого. Напомню, что Николай Первый ушел после проигранной Крымской войны. И смерть его тоже весьма загадочна. По плодам их посмотрим. Но я думаю, что у Владимира Владимировича перед глазами очень долгое правление Муаммара Каддафи, который выдающийся, на мой взгляд, политик африканский, который просто свою страну поднял до, скажем так, невиданных высот прогресса, ну а закончил так, потому что решил поиграть в шашни с западом, с коллективным. Да, кстати. И это, по сути дела, и привело не только к его трагической гибели, но и к тому, что вот сейчас на этом огромном пространстве Северной Африки идет бесконечная гражданская война. И что настало. Поэтому не всякое долгое правление – это, ну скажем так, большой плюс в истории. Но будем надеяться, что человек все-таки соизмеряет уже с вечностью и с историческим планом свои действия. По крайней мере, то, что он бросил вызов коллективному Западу даже в рамках этих межимпериалистических противоречий, которые сейчас в том числе и в ходе специальной военной операции разрешаются, ну это, ну скажем так, ну ему зачтется, ему зачтется, как такое. Хотя все вот эти его выкрутасы и все выверты, которые на протяжении этих долгих 23 лет – это, ну скажем так, самое большое преступление, я по-другому не назову, это пенсионная реформа. Кстати, опять свидетельство того, что не работает обратная связь, да, и как там, правитель, он пребывает в своем каком-то узком мерке. Как же, чемпионат мира по футболу не заметят, как же, вас только что избрали триумфально, 70-80 процентов за вас проголосовало. То есть можешь любое проводить, а не можешь любое решение проводить. Ты решил ограбить десятки миллионов людей, и такое не прощается. И скольких ты вогнал в могилу этим решением, это тоже такое не прощается. Поэтому, как всякое правление, оно имеет плюсы и минусы, но посмотрим, что дальше в итоге. Он творит свое счастье в том числе. Евгений Юрьевич, ну, Владимир Владимирович, допустим, и даже, похоже на это, хочет проводить некую такую патриотическую линию. Вот мы сейчас вступили в жесткую внешнеполитическую конфронтацию с Западом. Но компрадорская, компрадорская элита, она же осталась вся здесь, она вся на местах, практически весь бизнес принадлежит ей, практически все СМИ, ну, все ключевые посты. И это противоречие на сегодняшний день никак не разрешается. Как вы думаете, когда и как оно разрешится? Слушайте, ну, я не баба Ванга, мне трудно сказать, когда и каким образом она разрешится. Если проводить аналогии там с 17-м годом, мы знаем, как она разрешилась. Вот это вот проблема. Потому что от Николая Второго отвернулись ведь все. У Владимира Владимировича пока еще до этого не дошло. Но тем не менее. Мы же не знаем на самом деле настроение. Вы же поймите. Потому что то, что мы получаем информацию, и то, что они говорят публично, это не есть внутреннее содержание. Потом они нам скажут, что прозрели. И подлинные мысли. Понимаете? Тем более с учетом, например, если у многих из них, если не у всех, какие-то зарубежные счета, активы, собственность за границей. А сейчас они всего этого лишились. Понимаете? Они-то думали как. Ну, я тут посижу, там годик-другой, там может быть другой иной десяток лет. А на старости уеду к себе на виллу, куда-нибудь на капре, писать мемуары, наслаждаться жизнью и так далее. А тут облом. Понимаешь? Поэтому трудно сказать, как себя поведет крыса, загнанная в угол. В данном случае я имею в виду коллективную крысу, вот тех самых олигархов. Потому что кто-то уже струхнул и фальстарт сделал. То есть они уже побежали. А кто-то сидит и выжидает. Чем это дело закончится? И здесь во многом ситуация будет, зависит от развития ситуации, прежде всего, конечно, на Украине раз. И в экономике нашей страны два. Потому что сейчас каникулярный период. Мы сейчас находимся в такой системе или обстоятельствах передышки. Да. Правильно говорят, что цыплят по осени считают. Вот мы где-то по осени, в октябре, в ноябре уже можем в полной мере насладиться всеми, так сказать, последствиями тех решений, которые были приняты зимой этого года. И вот тогда уже будем реально смотреть, что нас ждет впереди. Но в одном я убежден, что если мы вот в нынешней ситуации проиграем, то Россия как государство прекратит свое существование. Я не знаю, на сколько частей разлетится это государство, какие кровавые разборки здесь начнутся. Но то, что Россия как государство распадется, у меня сомнений в этом нет. А раз так, то, как говорил Сталин в годы Великой Отечественной войны, немцы нам объявили истребительную войну. Они получат истребительную войну. Ибо речь идет о жизни и смерти нашего государства. Жизни и смерти народов нашего государства. Отсюда, Сергей Павлович, заключительный вопрос вам. Путин в последнее время много говорит о суверенитете. Говорит, что выживут только суверенные государства. Россия, насколько отвечает этой суверенностью? У нас нет и ни экономической независимости, ни технологической, ни промышленной. Что предлагают в этом смысле коммунисты? Вы знаете, вы по сути дела ответили на мой вопрос. Суверенитет, подежки протягивая ножки. А духовный суверенитет у тебя есть, Владимир Владимирович? Идеологический суверенитет у тебя есть? Нет. Потому что вот здесь вот эта язвительная, как там, духоскрепоносность вспоминается. Но почему ирония? Нет, все это правильно, все хорошо. Но ваша реальная политика отрицает всю эту духоскрепоносность. Я уже не раз говорил. Вы говорите про скрепы. Первые места по абортам, первые места по самоубийствам, первые места по разводам. Полно всего этих показателей, которые говорят о том, что у вас нет, во-первых, духовного суверенитета. Отсюда уже и самый технологический суверенитет. И самое главное, суверенитета нет у народа. То есть правитель настолько оторван от людей, настолько лишен обратной связи, настолько закухлен вот этой самой, как император Палпатин в «Звездных войнах», кстати. Когда нам любят говорить, как там с молодежью объяснять, на каких образах. Ну да, приходится голливудскими образами объяснять. Кстати, если мы обратим внимание на специальную военную операцию, вот, собственно, голливудскими образами и против нас сражаются. А мы ничего из духоскрепоносного не можем извлечь для обоснования своей политики. Как там, русские это орки, да, значит, ну и так далее. Я не буду уж там, там, империя тьмы, там, мордор и так далее. Все вот эти вот находки пропагандистские. А мы что представляем из себя? Что мы из духоскрепоносного предлагаем? Что, Владимир Владимирович, ты отработал правильно? Что мы предлагаем? Что наш государственный монополистический капитал предлагает освобожденным районом Украины? Поменять Коломойского на Абрамовича? Да? Ну, я не думаю, что это будет встреча на население с большой радостью. Духоскрепно. Да, духоскрепно. Значит, я не буду расстанавливаться на спорах вокруг памятника Ленина. Это предложите что? С триколором или с имперским флагом, к сожалению, что-то там вас радостно не встречают. А с красным знаменем победы вас встречают радостно. Значит, давайте возвращаться к советским ценностям, то, что предлагает КПРФ. Поэтому можно многое говорить про 23 года правления Путина. Как ни смешно, спустя 23 года он на распутье. Да, вот Путин на распутье. Вместе с ним страна. Но вопрос уже выживания всей страны и каждого из нас. А так выстроена система, что жизнь каждого из нас, каждого гражданина, быть или не быть Российской Федерации, зависит от того, как поступит гражданин и господин Путин. То есть, какой он выбор в этом столкновении примет. И, честно говоря, тут очень большая тревога. И, с другой стороны, оптимизм. Потому что граждане подталкивают свои позиции. Это власть с принятием нужных решений и в сторону левопатриотических решений, выборов, и с полной социалистического решения. Но я думаю, что вот этими совместными усилиями удастся выправить на, скажем так, правильное русло. И я все-таки оптимист в развитии нынешней ситуации. Значит, как бы там, на каком распуте сейчас не находился гражданин Путин. У меня такое ощущение, что народ и России, и Украины, и не только этих территорий уже давно сделал выбор в пользу Красного Знамени. Будем надеяться, что и Владимир Владимирович Путин тоже рано или поздно сделает такой же выбор. А с вами была программа «Точка зрения». Я, ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин